Здравствуйте, мои хорошие! Я даже успел по вам соскучиться, и сразу же проясним ситуацию со спейсфлайтом. В конце прошлой серии я так его и не скрафтил. Сейчас у меня важная задача успеть на собирателей, хотя не, они действуют 21.00, а по тайму сейчас 21.01, короче. Думаю, все вы уже в курсе, что в начале марта выйдет обновление, где полностью переработают систему подарков. Они очень часто выпадают из бронзовых рулеток, и реально нужно потихоньку всё скупать. Подарки раньше стоили примерно 10-12 тысяч, сейчас же их продают в 3 раза дороже, а вот здесь вообще по 90к, какая-то аномалия, и вот ещё по 80к. Короче, куплю на всякий случай серебряные рулетки, и вот ещё подарки по 30к, ну просто нет другого выбора, я хочу реально заработать на обнове. А вот здесь, кажись, комбо, 35к это самая дешёвая цена на рынке за бронзовые рулетки, и в общем у меня вышло 203 штуки, и теперь смотрите. С первого же открытия мы получили 3 подарка, а вообще их выпадает от 2 до 6 штук. Запускаем ускорение монтажа, и при условии, что в начале у нас было 135 подарков, сейчас на балансе 329 штучек, и по мелочи выпало семейных талонов, одна тачка, ещё резы и шахты. Из серебряных уже может выпасть от 2 до 7 подарков, но по цене они реально слишком дорогие. И по призам вообще не выдаёт ничего годного, только хлам, хлам и хлам. Мочим остальные рулетки, и вот плюсуем на финалочку 15 подарков, это из платьи давай. В принципе, это не беда, у меня есть ещё один секретный способ, как формить подарочки. По этой авторизации, думаю, можно догадаться, что я зашёл из лаунчера Samp 2.0. И воу-воу-воу, даже как-то непривычно играть в такой сборке. По факту, мы находимся сейчас в стадии бета-тестирования, и вот эти глюки с отображением на машине, это нормально. Чтобы показать заработок на подарках, нужно немного подождать. А сейчас мы ворвались на автобазар, где нужно разобраться со своим геликом. Реально такая ситуация, что всё, что выпадает из рулеток, очень тяжело продаётся. И надеюсь, хоть заберут у меня его за 69к, при условии, что средние цены всё так же 73-75 лямов. Не, ребятки, графика в Samp 2.0, ну просто невероятная. И поставьте лайк на видео, если хотите, чтобы я дальше снимал на этой сборке. Так, слушай, я совсем забыл про рыболовные сети, они как раз принесли по максимуму улова. Забираем всю рыбку с первой и второй сети, делайте ваши ставки, сколько заработаем. 2 миллиона 200 тысяч, и вот было бы хотя бы 10 таких сеток, я был бы на седьмом небе от счастья. Ой, ребятки, какая мне идейка в голову пришла, это же Samp 2.0. Вдруг он намного везучее, чем обычный Samp, ну? Рабочий автоподбор, братишечка, здорово. О, кстати, подожди, здесь... Воспользоваться самолёт. Братишечка, может быть, ты там мне напрограммируешь, нет? Да, Франс, первые же попытки, ну? Ладно, понял. Может быть, третья, а? Мэйби четвёртая, да? Четвёртая? Не, ну точно с пятой, давай, ну вот пятая залетает. Давай с седьмой, может быть, нет? Ага, понял. Девятая. Ну и запускаем финальную десятую. Пожалуйста, ну напрограммируй там что-нибудь, Space Flight, ну сколько можно? Стоит ли крафтить с Arizona Samp 2.0? О-о-о, нет, не стоит крафтить. Ладно, покупаем 61 подарок по 33к, ещё 230 штук по 35 тысяч, и я реально настроен решительно. А вот по 40 косарей, думаю, не стоит, я так все деньги потрачу и не будет на крафт-спейс-флайта. Так, братва, и вот наконец-то я могу показать способ фарма подарков. Фиксируем на балансе 648 штук, пришёл Payday, и за счёт того, что мы играем с этого лаунчера, нам каждый Payday будет добавлять их аж по 10 штук. По сути, это очень хороший способ заработка для АФК-фармил, и реально всем советую. Так ещё бонусом нам накидывает на TheCoin, и да, общий баланс уже 1692 доната. Ой-ой-ой, я себе АФК-шила, тут внезапно купили мой гелик, и по балансу 135 миллионов. Всё, я ищу себе укромное местечко и буду так стоять прям до рестарта. Йоу, братва, это новый у нас день, и на минуточку я реально хорошо заработал. Теперь, пока есть такая возможность, я реально буду оставлять ПК, и пускай себе капает. Ну и не знаю, как вы, а я очень рискованный пацан, именно поэтому я закупаю с подарками всё, что дешевле, чем 40к. В начале закупа у меня было 136 миллионов, ну а сейчас на балансе 66к, вот такие вот закупки, зато подарков теперь 2500. Ну и знаете, что я подумал, у меня же совсем не хватит денег на ещё 10 попыток крафта. Нужно ситуацию срочно исправлять, и вот реально биткоин это моё спасение. Ещё там пару дней назад был x4 Payday, зарплатки снимаем 8 миллионов, ну и всё-всё-всё, хватит тянуть кота за его достоинство, врубаем запись телефона. Ну что, господа, я опять нахожусь возле рабочего автоподбора, кто забыл, у нас было до этого 70 попыток неудачных. И давай подборщик будем опять пробовать, сколько там попыток, да? Ровно 10, понятно. Ну что, сегодня, кстати, я не один, у меня есть талисман Сэм Мэйсон и его кот. Пожелайте мне удачи, я не знаю, ну просто денег столько ушло, что капец. У меня как раз, кстати, хватает на 10 попыток, и я просто останусь нищим. Выдай мне Space Flight, я знаю, что ты можешь. Давай, с первой же попытки, ну. Что? Что? Да ладно? Подожди, с первой попытки что? Автоподборщику удалось подобрать новым самолет Space Flight, оплачено 7500. Фу, подожди. Что бы было здесь сертификат на новый самолет прайкер? Ага, всё, понял, понял. Осталось примерно 29 минут. Метка на карте появилась. Да ладно, я скрафчил Space Flight, наконец-то. 171 попытка. У меня зависла игра. Раз, два, три. Пол миллиарда я потратил, ёптудэй. Ё-моё, это если при условии взять два самолёта 400 миллионов, то, короче, Space Flight не обошёлся в сколько? В миллиард? Ну это дешевле, чем бы я его срок покупал. Стасик, спасибо. Ой, ребятки, я до сих пор нахожусь в шоковом состоянии. И просто спасибо Аризоне за такие эмоции. Вот он в ангаре стоит, мой красавчик. И реально не верится, что он уже мой. Вы действительно хотите получить новый сертификат на самолет? Да, хочу. И вот теперь у меня забрали два старых и выдали новый. И внимание. Зарплата на 20% больше. Можно летать в Ай-Сити, просто улетев на край карты. Страховки не нужны и транспорт нельзя угнать. Это замечательно. Единственный момент, я не знаю, как его перегнать в аэропорт. Подактивируем сертификат. И подожди, количество данной модели на сервере 22. Ого, я думал их будет поменьше. И теперь администрация, ваш выход. Опа, спасибо. И реально, пацаны, это заслуживает вашего лайка. Если так приценить, то стоимость самолета и парковочного места в Лос-Антосе сейчас составляет 3 миллиарда. Это все я поднял без доната, а своим упорным трудом. Ну и немножечко удачи. Еще б чуть-чуть и отправился в больничку. Делаем приземление. И ой-ой-ой, я совсем забыл про Твин Турбо. Оно как раз лежало в шкафу дома. Устанавливаем на самолет. И тут очень важно определиться с ценой сдачи в аренду. Я не хочу сильно дампить рынок и поставлю 1 и 2 кака. А вообще нужно договориться с соседами и выставить одну цену. И все, господа. Мой бизнес успешно запущен. И сразу же приехал первый желающий. Что-то долго думает. И давай быстрее бери уже. А не, что-то передумал. Немного редактируем скидки. Если кто-то захочет взять на трое суток, то получит скидку 35%. Кстати, пока на паркоместе не было самолета, прибыль все равно продолжала поступать. И вот каждый день по 200 тысяч. Ну хоть отбивала оплату налогов. Меняем название. И вот вам банальный пример скидки. Если брать на трое суток, нужно заплатить 86 миллионов. Но при учете скидки тебе выйдет на 30 лямов дешевле. А вот и тот самый желающий на аренду. И плюс 0 и сразу 2,4 кака. Из минусов мне придется всегда находиться в игре. Но с другой стороны, я стану супер богатым. Продолжение следует...